Дорогу молодым. Молодежный совет городского поселения Мунина собрался на свое шестое заседание. Инициативная группа здесь начала работать в конце прошлого года. В нее вошли два десятка молодых людей, которые собрали вокруг себя сторонников, намеренных активно участвовать в решении насущных вопросов местной жизни. Организационно молодежный совет был создан главой городского поселения. Причем поручение это исходило от администрации Щелковского района. Молодежь, которая очень скоро придет на смену всем нам, управленцам, жизнь идет, идет очень быстро, для того, чтобы она уже сейчас понимала, какие острые моменты существуют в нашей непосредственной жизни, деятельности, росла и теоретически, и практически. На заседании обсуждались проекты, представленные на рассмотрение инициативной молодежи, собравшейся в Доме офицеров. Это и создание медиа-центров поселения, для чего уже сделаны первые шаги. Снимались видеоролики, они размещались вместе с другой информацией в соцсетях. Разрабатывается проект «Доступная среда» для помощи маломобильным группам населения. Члены молодежного совета убеждены, что активность участия молодежи в жизни поселения будет расти и дальше. Был проведен конкурс «Новогодние окна-2018», когда мы наградили, собрали 7 тысяч рублей и подарили подарки, кто победил. То есть там прилили 50 тысяч просмотров у нас было по социальным сетям, полторы тысячи голосов мы собрали. Далее обезопасили на горке, там обилие мягкое такое, чтобы люди не врезались, там столбы стояли. То есть постоянно каждый год травмировались, мы обилие это, помогаем каток чистить постоянно. В планах молодежного совета много и других разнообразных дел. От охраны общественного порядка и создания для этого дружины, до занятия инновационными технологиями. Например, совместного приобретения 3D-принтера, который иначе еще называют программируемым станком. Как я понимаю, большинство молодежи сейчас очень творческие личности, и им как раз нужно развивать свои способности. Именно на это направлен молодежный совет. Андрей Циханович, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...